Всем здарова, дорогие друзья, с вами Барон. А перед просмотром данного ролика поставьте, пожалуйста, лайк на это видео. Если мы наберём 100 лайков, я заморочусь каким-то монтажиком и сделаю что-нибудь для вас интересное. Пока ещё смотрю различные курсы по обучению монтажу, имеются превьюшки на канале, я думаю, всё будет отлично. Конечно же, как умею, так и получается. Но получается, конечно, говённо, как вы сейчас это всё видите, на самом деле. Но это с одной, только-то я так запоролся, дальше вроде получше. В общем, сегодня я поговорю с вами на тот счёт, что последний квест. Когда нужно уже качать себе скиллы, когда нужно уже прокачивать стиль боя, купить себе скин и что-то в этом роде. Ну, в общем, не быть тупым бомжом, который просто бегает и для общества он особо никак ничего не делает. Давайте сразу по порядку. Нам дают различные квесты, то есть мне квест дали изначально собрать 25 металла. Металл это вот эта вот херня, которой я сейчас занимаюсь. Приехал я на завод, в принципе, всё прекрасно, скутера там есть, поэтому транспортом я не был обижен. Вот в дальнейшем, конечно, да. Это всё делалось на стриме. На стриме я потратил порядка двух часов на прохождение данного квеста. Всё потому, что он действительно такой довольно-таки жестокий и очень-очень долгий. То есть сейчас вы можете посмотреть по таймстэмпу, сколько же я работаю в видео, конечно же, в ускоренном виде, потому что... А иначе здесь никак просто нельзя всё это сделать. Далее. Когда я собирал всю эту херню, то есть я опять же общался с подписчиками. Если кто хочет, забегайте на мои стримы, буду очень рад вас там видеть, ребята. Просто, опять же, что самое интересное происходит на Аризоне, когда вот так вот ты что-то там выполняешь, какие-то задания, что-то ты там делаешь. И, конечно же, наступает какая-то ностальгия. То есть это то, что ты, в принципе, не прокачанный. Аккаунт у тебя хоть крутой и есть, да, банально всё это, конечно, но на крутом аккаунте играть тоже смысла нету, потому что там куча денег, дома, машины и прочее-прочее. Здесь же тебя особо никто не знает, ник неизвестный, и ты работаешь сам на себя. То есть ты работаешь за свой счёт. Никто тебе денег особо не даёт, всё у тебя в жизни как бы не получилось, можно так подумать. Но по факту всё прекрасно. Что касаемо данного квеста, который я сейчас вот выполняю на видеоролике, ребята, долгий. Это один из самых долгих квестов, который выполнять стоит. Потому что в предыдущей серии видно было то, что там я заморочился как раз-таки на развозчике пиццы. Когда это была адовая просто херня, и я чуть не подох на самом деле, потому что это очень долго было. Но я не ожидал, действительно не ожидал, что меня ждёт вот здесь. Здесь меня ждёт конкретная жопа. Всё потому, что это очень долго. То есть ты бегаешь из конца в конец, пытаешься собрать эти детали. Иногда они получаются бракованные, что, кстати, больше всего бесит. Не знаю, есть ли тут определённый скилл. То есть, допустим, если скилл выше, ты делаешь дороже. Или там деталей меньше там бракованные попадаются и так далее. Но я не вижу смысла его прокачивать, потому что я уже ушёл далеко с этого квеста на самом деле. И работаю уже немножко в другой структуре. Ну, конечно же, не в организации пока что, но тем не менее, очень даже неплохо всё. И меня это радует. Далее, ребят. Что я хочу сказать по поводу именно этой работы и других, которые мне будут давать. Конечно же, эта работа более такая долгая, как я уже сказал. Немного повторяюсь. Но уж извините, ребят, я сегодня сильно довольно-таки устал, потому что ездил по делам. И опять же, я сейчас монтирую ролик. И сейчас у меня полдевятого вечера. То есть, само собой, сил уже никаких нет. Выйдет он, конечно же, завтра где-то, я думаю, часа в 4 утра. Ну, вернее, дня вечера, там без разницы. Далее, ребят, что нам будет предоставлено. Вот это самое такое, на втором уровне, мне кажется, это прокачка скиллов. Но квест не рассчитан на то, чтобы вам покупать лицензию нужно. То есть, здесь дают довольно мало денег. Если мы выполняем всё по квесту и бежим сразу получать новый, тогда у нас банально не хватит денег на то, чтобы приобрести себе лицензию на оружие, чтобы в амуниции Сан-Фьерро, ну, на Фениксе она самая дешёвая, прикупить себе какого-либо оружия. Конечно, спасибо огромное подписчику, который дал мне 38 тысяч, вернее, скинул их на банковский счёт, возможно, вы это даже увидите. Я, честно, ещё не знаю, потому что все отрезочки я, конечно, пересмотрел, но я их очень сильно подрезал, кроме вот этого. Этот я решил ускорить, потому что он, ну, действительно очень долгий. Если выбирать что-то из этого отрезка, то это мне просто кажется начало и конец, но это на 3 секунды, потому что здесь я делаю, конечно же, однообразную работу. Далее, безусловно, я буду выполнять какие-либо квесты, пока ещё сам не знаю какие, потому что не разобрался ещё в моде Аризона до конца, но сразу хочу сказать, мод довольно-таки неплохой, он интересный, и это главное. То есть мне интересно на нём вот так вот развиваться, бегать и просто ностальгировать, потому что когда-то я был таким же нубом, который просто бегал и работал. Хоть мне это не особо интересно бывает, но, тем не менее, ради вас почему бы и нет. Вот я закончил всё-таки эту работу и прибежал за новым заданием, чтобы мне выдали заданицы, и я начал что-то уже мутить. Кстати, что-то я вижу с жёлтым чатом, вот не перевод ли это чатом, ну да ладно. На самом деле, не особо мне это видно, но всё же. Взял, в итоге я это делал всё, и опять же сел на скутер и погнал выполнять новое задание, новый квест. Если что, вы можете стопорнуть ролик и, конечно же, посмотреть, что мне там пишут, потому что я ещё только разбираюсь с данной фигнёй. В общем, потом я пошёл куда, не пойму куда, то ли 24 на 7, то ли ещё что-то, но в итоге вроде бы как купил себе телефон. То есть мне сказали, типа, ты там бомж какой-то, что-то в этом роде, купи себе мобилу. Базара ноль. Купил себе мобилу, вернулся к этому бомжу, дабы взять ещё одно задание. Конечно же, деньги нам возвращали за всё это, но, к сожалению, на лицензию мне так и не хватило. То есть я её купил, но благодаря подписчику, который скинул мне денег. Кстати, это первый подписчик, который забашлял, так сказать, маленькую сумму денег. Ну, ему спасибо, конечно же, за это, потому что тем самым он меня очень сильно поддержал. Я ему действительно благодарен. Далее получилось так, что я уже в тот момент немного начал, так сказать, уставать от этих квестов, потому что ездить туда-сюда, это, мне кажется, самое печальное. Потому что если бы вы телепортировались куда-то, вас бы телепортировал этот бот в определённые места, и вы бы уже оттуда ехали как-то. Это ещё куда не шло. Но ехать сначала туда, потом обратно, ну, мне кажется, это вообще жопа. Далее я зачитал этот текст, то есть вы тоже можете посмотреть, какое задание мне дали. Но это, блин, ребят, мне кажется, вот это вот задание самое изёвое на самом деле, потому что это задание купить себе как раз-таки новую одежду. Как мне там написали, типа, без одежды это никто, поэтому будь добр, купи себе одежду. Я купил себе обычный скинчик, то есть изначально я бегал по магазину одежды, дабы найти, где нахер эта одежда. Но так как скины здесь дешёвые, я не стал убирать уж самые дешёвые, поэтому приобрёл себе за 4000 скин и направился прямиком к этому человечку, который даёт, собственно говоря, мне квесты на выполнение. Опять же, он мне должен был забашлять примерно 6000 вирт, насколько я помню. И плюс ко всему, за сутки это можно апнуть и апнуть себе третий левел на Аризоне, то есть потом можно торговать так пустышками на самом деле, если это, конечно же, возможно, если они чего-нибудь стоят. Насколько я знаю, просто здесь и валюты дешёвые, и, в принципе, аккаунты дешёвые, ну, такое себе дело, поэтому продавать здесь смысла их нет, желательно просто здесь играть и фаниться, чисто, возможно, с друзьями поиграть, то есть тоже будет интересно. Далее. Всё же, когда я выехал, то есть я доехал, посмотрел на бандоса, который бежит на туризму, не знаю зачем, приехал я к этому чувачку, и угадайте, что мне просто сказал этот квестовый персонаж. В этот момент я такой просто, знаете, вы ещё не видите, а я, блин, всё помню, потому что этот квест, мне кажется, я запомню, ну, очень надолго, так как этот квест действительно жёсткий. Он мне сказал езжать в отделение Лас-Вентураса и купить себе карту, ну, то есть взять себе карту. За это я получу, типа, там, 2000 и одну экспу. Ну, хорошо, это ещё изи. Я поехал, я думаю, ну, наконец-то жёсткие квесты закончились, теперь можно спокойно расслабиться и просто кататься по штату туда-сюда и, так сказать, получать различные, различную игровую валюту. Хрен там плавал. Ребят, честно, так я ещё никогда не ошибался. Когда я вышел из отделения банка, безусловно, я направился к этому человеку, потому что, ну, а как иначе? Мне же нужно свой квест, так сказать, сказать ему то, что я его выполнил. И как только я к нему подъезжаю, тихо, мирно подъехал, решил посмотреть, что же он мне преподнесёт на этот раз, и всё. И вот в этот момент я немного охерял. Он мне сказал побить там грушу или что-то в этом роде. Тогда я такой, типа, смотрю на него, типа, братан, какая нахер груша, ты издеваешься? Но всё же я туда поехал. И ушло у меня примерно довольно-таки много времени на то, чтобы я всё это сделал. Благо я побил эту грушу, благо у меня всё стало отлично, но мой скутер уже пропал. Как только он пропал, я такой думаю, ну всё, хана, то есть буду идти пешком, буду прыгать. На самом деле так и получилось, то есть я тупо прыгал, 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 пока не нашёл там скутер или что-то подобное. Далее. Вот самое, что интересное, сразу момент перекидывается, то есть я не пошёл к нему, сразу момент перекинулся. И в чём вся суть, ребята? Я погнал уже в оружейный магазин и начал качать вот эти вот грёбаные скиллы, которые он мне сказал. Это... Жесть. Серьёзно. Вот, ребят, даже не думайте, если вы хотите выполнять этот квест ради того, чтобы быстро прокачать аккаунт, ну да, возможно, но сразу запаситесь нервами, потому что ни хрена не 3% скилла он хочет, чтобы мы прокачали. Он хочет, чтобы до хрена мы прокачали. В конце концов, я благодаря всему, так сказать, закончил данный квест и, честно хочу сказать, я очень рад. Очень рад людям, которые поддерживают меня и, несмотря ни на что, ставят лайки, не забывают про мой канал, а кто-то даже и подписывается. Спасибо большое, ребят. Дальше ролики будут намного интереснее и всё-таки квесты квестами, их нужно озвучивать поверх, ну а далее уже будем работать и зарабатывать себе какую-то валюту. Всем удачи и всем пока!